Такой день на канале Мир Белогорья. Благовещение Пресвятой Богородицы. Верующих интересовало, можно ли в этот день печь куличи и готовиться к празднику. Важно понимать, что для православных главным праздником является Светлое Христово Воскресение. Поэтому все праздники, они подготавливают нас к этому величайшему событию. Пасхальные службы во всех храмах начнутся вечером 7 апреля и продлятся всю ночь. А в воскресенье 8 апреля в регион прибудет благодатный огонь из Иерусалима. По традиции его доставит народный артист России, представитель фонда Андрея Первозванного, наш коллега Виталий Стариков. В областном центре в 14.30 начнется крестный ход от Преображенского собора на Соборную площадь, где в 15 часов начнется пасхальная вечерня. Туда приглашают всех верующих, кто хочет получить частичку благодатного огня и осветить праздничные куличи. Юрий Александр, ну вот расскажите, вы сейчас в Белгороде, Пасха буквально вот уже в воскресенье, стартап-тур продолжается в Белгороде. Где вы будете встречать этот праздник? Ну, сама Пасха для меня всегда была праздником семейным, поэтому и на вечерней ночной праздничной литургии я буду в Москве, в том храме, в который я традиционно хожу, ну а уже вечером, 8-го числа, мы с Александром как раз улетим. Я даже на день раньше, то есть для меня... А, Александр, Александр, вечером 8-го мы улетим... То есть вы, Александр, прямо в дороге встретите Пасху, правильно? Да, первый раз буду встречать Пасху в дороге, да. А вы, Юрий, еще успеете сходить в храм? 8-го вечера, да, я успею сходить, и 8-го вечера как раз вылечу на следующий стартап-тур в Улан-Удэ, который 9-го и 10-го апреля будет проходить. Далековато, какой большой разброс по географии. Что же делать? Я, кстати, помню, что у вас самолет буквально через несколько часов, да, вы покидаете Белгород. Уже даже через несколько часов уже. Через несколько минут уже. Через несколько минут уже осталось. В таком случае мы продолжаем такой день. Молодежное направление Общероссийского народного фронта достаточно популярно и известно на Белгородщине, а все потому, что дела ребят реальны, а дружба не имеет границ. Молодежка ОНФ объединяет активных и неравнодушных, и неважно, в каком уголке страны они живут и какой организации состоят. Так Алексеевские студенты, участники волонтерского отряда при местном агротехническом техникуме, стали победителями конкурса «Не жди перемен, твори перемена». Ребята подготовили видеоролик о своей волонтерской деятельности и в нем рассказали о многолетней помощи одинокой бабушке, живущей неподалеку от их учебного заведения. Продолжит Татьяна Куликова. Ребята из Алексеевского агротехнического техникума действительно частые гости у Лидии Никитичны Шкуратенко. Больше шести лет назад она обратилась к студентам просто за однократной помощью, а волонтеры решили не оставлять бабушку. Теперь уже второе поколение студентов помогают Лидии Никитичне по хозяйству. Видео и фотоотчеты об этой работе и стали материалом для конкурсного ролика «Не жди перемен, твори перемены». «Приходим, помогаем частенько. Общение с нашей бабушкой нам очень нравится. Советы дает нам, как правильно что-либо сделать. Бывает и подшучивает иногда, конфетами угощает». Сегодня из своих знакомых волонтеров и гостей из белгородской молодежки ОНФ Лидия Никитична угощала чаем и пирогами. Вспоминала военное детство, юность, отметила, что молодежь и сейчас хорошая, ее ребята тому пример. «Пробежал, подкидал в снег дорожку, чтобы никто не упал. Видите, очень хорошая, они заслуживают внимания». И внимание было. Волонтеров-победителей наградили в присутствии сокурсников. «Это мяч, на котором расписались участники сборной страны по волейболу, и мужчины, и женщины». Максим Михайлов, Сергей Гранкин, поклонникам волейбола известны эти имена. Всего более 10 звездных автографов красуются на этом мяче. «Я думаю, что ребята оценят именно что-то нематериальное, именно то, что достигается каким-то своим трудом, то, чего нет ни у кого, но то, что они получили благодаря своей такой активной позиции». Нынешняя встреча – доказательство, что реальным делам, большим и малым, место в каждом городе и селе. Белгородские активисты пригласили ребят вступать в группы своего движения в социальных сетях, вместе творить и менять жизнь к лучшему. «Не жди перемен!» Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. Юрий Александрович, я думаю, что участники стартап-тура, по крайней мере те, кто присылают свои проекты, они тоже творят в какой-то мере перемены и продвигают в будущее и нашу экономику, и наш бизнес. Как, кстати, вам такой сувенир – волейбольный мяч с автографами волейболистов сборной страны. Я думаю, что для людей уважающих спорта всегда почетно иметь такой трофей у себя дома с подписью. Я бы, кстати говоря, тоже в контексте как раз фразы «твори перемен, не жди перемен» – это очень правильно. Ну, во-первых, это вызывает уважение, сама та работа, которую ребята делают по собственному зову сердца и души. Тем более, сейчас как раз Великий пост идет, Пасха скоро и милосердие, любовь к ближнему. То, что мы не оставляем своих собратьев без помощи – это очень важно. И это хороший пример, наверное, для всего подрастающего поколения. Ровно так же, как технологические предприниматели молодые являются хорошим примером того, что не надо приходить и просить у государства какой-то помощи, ныть по поводу того, что получается или не получается. Ты берешь и делаешь. Ты, наоборот, сам создаешь рабочие места, обеспечиваешь не только себя, но и других. Я вот думаю, что волонтерское движение в этом смысле тоже очень похоже. И в этом контексте, наверное, правильно было бы коллег и ребят поблагодарить за ту работу, которую они делают. Ну вот, кстати, о лидерстве Белгород негласно считается столицей российского волейбола, потому что основной косяк сборной – это как раз выходцы из нашего Белгородского волейбольного клуба. И давайте еще о достижениях. Более 30 лет в России и около двух лет в Белгородской области. Акробатический рок-н-ролл. И, кстати, мало кто знает, что сегодня наша страна – абсолютный фаворит и законодательница мод в этом виде спортивных танцев. Сейчас акробатический рок-н-ролл активно развивают в регионах России и в Белгородской области он тоже набирает обороты. Не случайно провести мастер-класс ученикам одной из белгородских школ приехали пятикратные чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу. Подробности в нашем следующем сюжете. Ритм – это движение в секунду, пульс – 120 ударов в минуту. Все это акробатический рок-н-ролл. Перед ребятами танцуют пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин, установившие на соревнованиях мировой рекорд за минуту, выполнившие 48 оборотов солнышка. Уже после мастер-класса специально для нас они вспомнили, как это было. И даже продемонстрировали на камеру. Ваня с детства занимается рок-н-роллом, лет с девяти, да, с восьми. А я начала танцевать только, когда осталось не в пару, когда мне был 21 год. Поэтому на протяжении всего этого времени, до 21 года, даже никто не мог предположить. Абсолютно каждый может заниматься, было бы желание. Сказать это они приехали белгородским школьникам, специально выделив из своего плотного графика пару дней. Вместе с чемпионами Белгород посетил и основоположник акробатического рок-н-ролла в России Иван Сбитнев. В последние годы, отмечает он, этот вид спортивного танца идет вперед семимильными шагами и становится все более популярным. Стали жесткие правила, стали жесткие требования. И те акробатические элементы, которые делали 30 лет назад, и которые казались умопоморочительными, сейчас это вызывает легкую улыбку у меня. И то, что я делал 30 лет назад, то, к чему я стремился, старался очень, ну, я не знал, что так рок-н-ролл идет так вперед, так далеко. Что это касается акробатических элементов, это касается и техники танца. Вместе с чемпионами он проведет несколько тренировок для белгородских спортсменов. В нашем регионе пока около полусотни ребят занимаются акробатическим рок-н-роллом. 14 из них уже готовы выступать на всероссийских соревнованиях. Мы тоже заявляем себя как спортсмены уже хорошего уровня, хорошего класса. Хотелось бы обратить внимание родителей, внимание детей на то, что вид спорта серьезный, классный. Он дает выносливость, он дает силу. Дети музыкальные здесь. Мы не делим детей на слабых, на сильных, на худеньких, на полных. Выступают все, готовим всех. Мы их сделаем сильными, сделаем стройными и красивыми, вот как вы видели. Заниматься этим видом спортивных танцев можно начинать с шести лет. Всех желающих Белгородское региональное отделение Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла ждет по адресу Архиерейская 2А. Александра Прозорова, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья. Юрий Александр, это был последний сюжет нашего выпуска, так скажем, информационной программы сегодняшнего дня. Как мы и договаривались в самом начале, мы должны выбрать сюжет дня, по которому будем в будущем характеризовать уже 4 апреля. Что вам больше сегодня понравилось? Мы с Александром посоветовались и единождушно определили сюжет про волонтеров, потому что последняя неделя Великого Поста и все, что связано с милосердием, ребята занимаются именно такой родой работой. Нам кажется, ближе в преддверии Пасхи именно этот сюжет отметить. Да, и у ребят очень хороший лозунг. Идеи, они совпадают и с идеями стартап-тура, и подготовкой молодежи, и рок-н-роллом, которым тоже бы хотелось заняться. Отлично. В таком случае сегодня сюжетом дня мы признаем сюжет о том, как представители молодежки ОНФ наградили Алексеевских волонтеров за их помощь пенсионеру. Ну а сейчас наша рубрика ретро-новости. Это 4 апреля. В сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы Мира Белогорья. Смотрим. 4 апреля 2011 года правительству области был представлен проект фото-видеофиксации правонарушений на дорогах Белгорода. На тот момент первые приборы были установлены на 15 точках в областном центре и в Белгородском районе. В дальнейшем предполагалось расширение системы и внедрение таких новшеств, как оплата штрафов через интернет. Сегодня на дорогах области работают 120 передвижных и стационарных комплексов видеофиксации. А оплата штрафов со смартфона стала обычным делом. В 2013 году в Белгороде была открыта первая автомобильная мойка самообслуживания без привычного персонала, что значительно удешевляло услугу. Процесс мытья полностью компьютеризирован и занимает 10-15 минут. Оплата через автомат. Плюс к приятной цене, экономия времени и личный контроль качества. В 2016 году партия «Единая Россия» впервые провела не внутрипартийный, а общенародный отбор кандидатов в депутаты Государственной Думы. Проголосовать за претендентов кандидаты мог любой гражданин. 4 апреля стартовали дебаты участников предварительного голосования. Они проходили в режиме прямой трансляции в интернет. В этот день в 2017 году в областном центре прошел фестиваль детских театральных объединений, коррекционных образовательных учреждений региона. Организатором выступила Белгородская специальная библиотека для слепых имени Ярошенко. Спектакль представили 7 коллективов из разных районов области. В том же году, 4 апреля, кадеты класса МЧС 45-й школы Белгорода вернулись из Москвы с главным кубком всероссийского смотра конкурса «Строе и песни». Демонстрировали не только выправку и строевую шаг, но и спортивную подготовку. Юрия Александровна, вот такими событиями в Белгородской области ознаменовалась 4 апреля. И, кстати, у нас есть еще одна новость. Буквально только что мы узнали, что в этом году 5-й класс вот той самой 45-й школы Белгорода, которая только что фигурировала у нас в ретро-новостях, снова взял первое место во всероссийском смотре кадетских классов МЧС в Москве. Ребята стали лучшими среди участников своей категории из 8 городов России. Мы поздравляем наших кадетов так держать. Ну и на этом, Александр и Юрий, мы прощаемся с вами. Спасибо, что вы сегодня были гостями нашей студии. Мы желаем вам завтра на конкурсном уже дне удачного отбора проектов. И мы будем очень надеяться, что это будут качественные, хорошие, интересные проекты, которые смогут потом хорошо реализоваться. Спасибо большое. Потом расскажем. Непременно. Спасибо вам. А далее афиша и блок полезной информации. И сразу после вас, уважаемые телезрители, ждет небольшой концерт. Премьеру на «Мире Белогория» представит детский ансамбль «Лошкарей-Родничок» из села Подолихи Прохоровского района. С ребятами и руководителем пообщалась моя коллега Александра Прозарева. Прозарева, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok